Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе! Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе! Располагайтесь поудобнее у своих радиоприемников и приготовьте телефоны. А вести сегодняшнюю программу мне помогают Злата Андреева, Федя Рычков, Саша Копылевич и в гостях у нас сегодня исполнитель, директор компании «Рубикон» Дмитрий Кекин. Доброе утро! Доброе утро! Ну что, начнем, наверное, с призов, которые сегодня ожидают наших ребят. Сегодня для ребят любого возраста у нас есть книга «Маленькая Баба-Яга», «Маленький водяной и маленькое привидение». Для ребят от 6 лет у нас есть энциклопедия «Изобретение», энциклопедия «Техника и транспорт», энциклопедия «Автомобили» и книга «Полеана». А для ребят от 12 лет у нас есть книга Михаила Самарского «Как трясон стал полицейским» или «Правила добрых дел». Также сегодня у нас есть приглашение на две персоны на спектакль «Горячая история номер один» в Театре кукол, приглашение в кинотеатр «Смена», приглашение на двоих кота-кафе «Зубки», приглашение в первый батутный парк «Марио» и приглашение на семейное посещение собачьей деревни Махнатия. Также сегодня каждый дозвонившийся получит подарок от лаборатории Касперского. Отлично, Злата. Спасибо большое. Отличные призы. Может быть, первый вопрос зададим нашим радиослушателям, чтобы начать обсуждение. Ну, давайте, Саша, допустим. Какая расшифровка у 3W? ВВВ. Какая расшифровка у 3W? WWW. Да, WWW. Отлично. Напоминаю, телефон прямого эфира 211-101. Пока наши радиослушатели думают, что же это такое, как на это правильно ответить и какие призы за это получить, попросить. Ну, давайте начнем разговор вот с такого вопроса, устройства, которыми мы пользуемся. Мобильный телефон, компьютер, GoPro, селфи-палка. Что это такое? Кто у нас начнет? Федор. Ну, это техника, гаджеты, девайсы. Ну, хорошо. Вот, Федор, ты принес у нас сегодня в студию, да? Я вижу несколько устройств. Ну, что это? Ну, GoPro — это экшн-камера, которая предназначена для того, чтобы снимать видео под водой в экстремальных условиях. Что такое экшн? Экшн — ну, это что-то опасное такое. Ну, это такое движение, динамика, да? Экшн. Вот. А где можно установить эту камеру? Эту камеру можно установить на шлем, можно установить на лицо, можно установить на прищепку, можно установить на грудь. Ну, можно куда-нибудь на велосипед, например, установить, да? Да, можно. Вот. И как бы, Фёдор, а сколько времени там видео можно записывать на неё? Несколько часов. То есть пока катаешься целый день, можно всё записать и потом скинуть, смонтировать, да? Да, то есть там просто есть microSD-карточка, ты её вставляешь, насколько гигбайт, настолько ты можешь записывать. Отлично. То есть, ну, как ты считаешь, это вообще полезный кадр? Да, очень полезный. Полезный. Хорошо, мы продолжим чуть позже. У нас есть звонок. Я полагаю, что у нас первый радиослушатель дозвонился. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Нормально. Как тебя зовут? Меня зовут Фёдор, мне 12 лет, живу в Кирове. Как у тебя там, МОПС? Нормально. Погулял с ним? Уже, да. Ну и хорошо. Какая расшифровка? Worldwide Web. Да. Билет в Батутный парк? Да. Мы ему флешку подарим или отражатель? Дайте флешку. Он первый, потому что сам... Да, давайте флешку подарим. Ты ещё получаешь флешку. Как первый дозвонившийся, да. Отлично. Ну вот, Саша так очень быстро договорился, получили призы. Я напоминаю, что у нас ещё очень много призов сегодня. Вопрос к Дмитрию. Дмитрий, всё-таки устройство, которым мы пользуемся, ещё раз. Мобильный телефон, компьютер GoPro, селфи-палка. Это все вещи, которые помогают нам в нашей ежедневной жизни? Безусловно, да. Вот сейчас же у нас цифровой век, и все вот эти гаджеты, которые мы с собой носим, они выполняют определённую роль. С той же камерой GoPro, там можно снимать фильмы, монтировать и размещать их на YouTube. Вас будут смотреть и ставить лайки, ну то есть заниматься каким-то творчеством. Творчеством заниматься стало сейчас очень просто. Если раньше нужно было как-то учиться этому, ходить в школу, заниматься рисованием и ещё что-то, то сейчас... Ходить в школу не надо. Дмитрий, у нас это утренняя детская передача, и говорить в эфире о том, что ходить в школу не надо. По воскресенью, по крайней мере. В воскресенье, да. У нас, кстати, многие ребята сейчас в это самое время находятся и в художественных школах, и в школах искусств, и в спортивных. Я думаю, что ходить в школу надо, просто всё это стало сейчас немножко легче и по-другому. Даже тот, кто не умеет, может быть, рисовать так хорошо, как ребята, которые ходят в художественную школу, у него тоже есть шанс сделать какое-то произведение искусства с помощью мобильного телефона, приложения. Да, именно так. И вот этот весь контент, обучающий его становится очень много. И сейчас там с помощью того же телефона ты зашёл и посмотрел, как что-либо рисовать, либо как монтировать, либо как научиться фотографировать. И это очень доступно. И ты с помощью тех гаджетов, которые у тебя есть, можешь за несколько самостоятельных уроков освоить какую-то специальность даже. Ну, отлично. Вот мы начали сегодня, вот Фёдор показал нам камеру, экшн-камеру GoPro, то есть, ну, отличная штука, да? Но, вот смотрите, как вы думаете, нужно ли соблюдать какие-то меры предосторожности при использовании вот этой камеры GoPro? Ну, во-первых, просто физически, во-вторых, там, что можно снимать, что нельзя снимать? Ребят, как вы думаете? Ну, всё можно, потому что тут ФБР-то не смотрит. Потому что многие так отговаривают, типа, не надо, не надо ничего хорошего снимать. Убери подальше. Ну, Дмитрий, как вы считаете? Ну, на самом деле, мне кажется, снимать, конечно, можно всё, но вопрос в том, что с этим делать дальше. Слушай, вот сейчас у многих детей, практически у всех детей есть аккаунты в социальных сетях, и страсть к тому, чтобы публичные жизни выкладывать, где я хожу, где я катаюсь на велосипеде, где я живу, вот это всё нужно размещать с определённой долей скептицизма, я бы так сказал. Осторожности. То есть, на самом деле, мы своим друзьям можем рассказывать всё, что угодно, но интернет — это не только ваши друзья, это и какие-то незнакомые люди, и могут быть там злоумышленники какие-то, которые могут это всё увидеть и потом использовать в своих каких-то целях. Поэтому, и есть ещё важный момент, из интернета ничего нельзя удалить, как бы ты ни хотел это сделать, всё равно в кэши Гугла или в других специализированных сервисах это всегда всё остаётся. И случайно разместил какую-то фотографию с геотегами, и потом её пытаешься удалить, ну, её можно найти всегда будет. Да, я думаю, что Дмитрий говорит о том, что, наверное, ну, сейчас очень многих ребят, почти у всех есть аккаунты в социальных сетях, и, наверное, нужно различать там открытый аккаунт, да, и аккаунт закрытый. То есть та информация, которую ты делишь со своими друзьями или выкладываешь на всеобщее обозрение. И проблема в том, что не все понимают, особенно там в юном возрасте, что вот ты сейчас что-то снял, тебе показалось это круто там в твои, там, 10 лет, да. А в 15 лет, если ты исполняешь там 15 лет, ты понимаешь, что это уже не круто, ну, может быть, даже было глупо. А в 20 лет, когда ты пошёл на работу, это может создать тебе определённые проблемы, потому что сейчас даже, ну, вот насколько я смотрел информацию, даже банки при, значит, при исследовании кредитной истории, при вообще там платёжеспособности и оценке вообще потенциального заёмщика начинают отслеживать социальные сети, смотреть там, что человек делает. И какие-то вещи, ну, за какие-то вещи действительно может быть там потом стыдно, а это удалить уже не получится. Вот. И вообще есть моменты, за которые вообще-то могут наказать, если это связано там с жестокостью, с обращением с людьми или с животными, да. Поэтому, на мой взгляд, ну, всё снимать подряд не нужно. Давайте ещё один вопрос слушателям зададим, и у меня будет вопрос сейчас для Дмитрия, уточни, Фёдор. Какая система самая дружелюбная? Какая система самая дружелюбная? Ну, в плане использования. Система имеется в виду компьютерная? Не только. Не только. Ну, хорошо. Думаю, что радиослушатели поймут, какая система самая дружелюбная. Спасибо. Дмитрий, вы сказали, вот упомянули, значит, слово геотеги. Что такое геотеги? Сейчас мы фотографируем большей частью на телефон, на смартфон. И всегда в смартфоне обычно, всегда у людей включен по умолчанию определение местоположения. И вот, когда мы делаем эту фотографию, телефон запоминает, где вы её делали. И специальным свойствам этой фотографии делают отметки, GPS-координаты, где был сделан этот снимок. Вот. Таким образом, при публикации в социальных сетях, в том же Инстаграме или ВКонтакте, эти геотеги туда также уходят. И прямо там написано место расположения, где сделана фотография. Ну, это плюс или минус, Дмитрий? Когда хочется погордиться тем, что ты... Пошёл с родителями в ресторан? Да. Это плюс. Это у нас звонок. Ну, иногда минус, да. Спасибо. У нас звонок. Давайте послушаем нашего дозвонившегося. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Павел. Я из города Кирова. Мне 12 лет. Учусь в 46-й гимназии. Ты хочешь ответить на вопрос, какая система самая дружелюбная? Мы слушаем твои ответы. Это правильный ответ. Android — это самая дружелюбная система на телефоне, потому что она намного удобнее в использовании, чем якобы другие системы. И сейчас ты подсоединишься к нашему редактору и выберешь призы. Мы продолжаем обсуждать вопрос всё-таки по геолокации. Дмитрий, можно поподробнее про местонахождение? Чем это может быть опасно? То есть какой плюс мы услышали? Вот всё-таки чем это может быть опасно? Ну, вот смотрите. Всё зависит от того, что мы выкладываем в сеть. Как мы уже раньше об этом говорили. И с помощью геолокации другие люди посторонние с недобрыми намерениями могут обнаружить, где вы вычитесь, где вы живёте, если эти фотографии с геотегами идут, где вы проводите своё свободное время, кто ваши друзья. И таким образом собрать очень много информации о вашей жизни. Можно же, есть меры предупреждения, включать вот эти передачи геоданных. Я вообще себя не фотографирую, у меня ВКонтакте просто картиночки какие-то. Ну, закрыть, да, то есть реальных фотографий не выставляешь, да? И вот аккаунт надо закрыть для людей, которых нет у тебя в друзьях. Если ты его не знаешь, то просто не добавлять. Совершенно верно, Саша. Я хочу ещё добавить, что, вы знаете, какое-то время назад даже в Британии раскрыли целую сеть квартирных воров, которые действовали исключительно опирая на информацию интернета. И сейчас, когда ребята пишут о том, что, например, вы знаете, там, вот мы черепашку отдали соседям, а цветы отвезли к бабушке, потому что до августа у нас не будет, мы с мамой, с папой поехали там в Турцию, и при этом у тебя в аккаунте стоит геотек, и у кого-то реальный адрес написан, и все фотографии, да? Бабушки. Бабушки, да. То, значит, человек, у которого недоброе намерение, он понимает, что там вот целых два месяца дома никого не будет. Можно там приходить кто угодно и бери что угодно. А бабушка-то дома будет, черепаха загрызёт. Ну, нет, ну если бабушка живёт не с вами, а бабушка где-то ещё живёт. Поэтому вот эти вещи, когда идёт точная геолокация, да, наверное, они могут быть и опасны. А вообще, значит, вот продолжая тему, Фёдор, значит, GoPro, да, есть какие-то опасности при использовании, ну, кроме вот материалов, о которых мы поговорили? Вот, ну, там некоторые, вот я видел там съёмки, они такие на грани уже. То есть вот где-то стараются поинтереснее кадры сделать и так далее, начинают увлекаться. Главное не упасть. Ну, в плане опасности, которые могут исходить из GoPro, кроме того, что если ты куда-то не туда это выложишь, их больше нет. Разве что там, если купить какую-то, ну, неоригинальную продукцию, слишком сильно раздолбать её. И там, может, там заглючить и что-нибудь наподобие этого. Я думаю, что есть ещё. Если, допустим, опустить её в воду без кейса, то она всё равно ослабляется. Это да, но я, Фёдор, сейчас говорю о другом. То есть если ты встаёшь там на лобную камеру GoPro, и, значит, она там начинает тобой повелевать, и вот ты стараешься удачный кадр сделать, направить туда-туда-туда, то ты начинаешь отвлекаться от дороги, например, и можешь или упасть, или слететь на велосипеде. И давайте ещё один вопрос зададим нашим радиослушателям. Предыдущий радиослушатель взял у нас билеты в кино, поэтому, Злата, у нас билетов, значит, мы этот пункт вытёркиваем. Саша? Сколько пользователей в интернете было к середине 2015 года? Тут есть варианты ответа. Три миллиарда, триста миллионов, просто три миллиарда и три с половиной миллиарда. Так, три варианта даны. Напоминаю, телефон прямого эфира 211-101. И мы продолжаем разговор о том, что, на мой взгляд, нужно всегда контролировать то, что происходит вокруг тебя. Это касается как и GoPro, так и любого другого гаджета. Вот ещё один гаджет Фёдор нам принёс. Наверное, вот давай погибнем по селфи-палку. То есть вот это же, что за рука робот? Это селфи-палка. Она нужна для того, чтобы делать селфи. Что такое селфи? Ну, это когда фотографируешь себя. Тут есть фиксатор, подсоединяется, нужно подсоединить кабель, чтобы при нажатии можно было сделать фотографию. Также тут регулируется поворот. Фёдор, а нельзя просто рукой себя сфотографировать? Ну, можно просто некоторым, у некоторых рука маленькая, допустим, может быть. Короткая, да? Да. Чтобы получше сделать. Там можно, то есть, длиннее сделать там. Понятно. Ну, какие фронталки нет? Мы сейчас продолжим. У нас звонит Витя, у нас постоянный слушатель. Давайте возьмём звонок. И мне сообщили, что завтра у него день рождения. Давайте поздравим, Витя, с наступающим днём рождения. С наступающим тебя. Спасибо. Сколько тебе лет исполняется? Девять. Отлично. У тебя есть ответ на наш вопрос? Да. Какой? Мы слушаем тебя. Триста половины миллиарда. Неправильно. Давай, Саша, давай дадим второй шанс. Первый вариант три миллиарда, триста миллионов, и второй три миллиарда. Витя, ну давай, у тебя завтра день рождения. Первый. Первый? Простите меня, я, как же, ошибся. Три миллиарда, триста миллионов, да. Три триста, да, Саша, правильно. Витя, ты прав. Ну, выбирай себе подарок, Злата. Что бы тебе хотелось взять, приглашение или книгу? Есть у тебя уже готовый ответ? Книжку. Это книжку, и можно самый главный там подарок? Да, давайте ему цветотражатель подарим раз. Хорошо, давайте книжку и самый главный подарок. Хорошо. Раз, видите, завтра день рождения, договорились. Витя, коллективный разум тут предложил подарить тебе самый главный подарок. Так что, видите, с наступающим днем рождения. Не клади трубочку. Сейчас тебе объяснят, как ты заберешь свои призы. Мы продолжаем. Федор, ну, что такое селфи-палка, да, мы поняли. Вот, опять же, что касается безопасности использования. То есть, вот некоторые берут эту селфи-палку, смотрят там на свое изображение, да, и начинают двигаться там. А вот тут лучше встать или там лучше встать. И, может быть, это опасно? Да, можно. Есть много видео, где человек едет на велосипеде, снимает, идет себе, снимает, падает. Даже бывали случаи, когда люди умирали от этого, потому что там снимались на какой-то заброшенной стройке на высоте и нечаянно упали. Да, на самом краю, да. Мы тогда в школе ходили с селфи-палкой и случайно лампу снесли. Ну, вот, ну, хорошо, что у вас закончилось там снесением лампы, а на самом деле есть очень опасные вещи. Да, Злата, как ты считаешь, опасное использование селфи-палки? Ну, возможно, да. Ну, если вот в таких ситуациях, когда даже там люди за рулем едут и, значит, себя снимают или вот действительно... Это совсем глупенькие люди так делают. Это очень высокие строения в надежде сделать там лучшие селфи и заканчивается все это очень таргично. Дмитрий, что вы думаете по этому поводу? Ну, да, тут вопрос элементарной осторожности и, как в этом было в анекдоте, наиболее частая фраза при авариях автомобилей, смотрите, как я могу. Ну, ну, да. И здесь, наверное, можно какие-то дать рекомендации вот ребятам по использованию вот таких гаджетов GoPro селфи-палки? Не ходить в людных местах, с нету, в глазку не попадешь. Так, Саша, еще какие-то... Аккуратнее быть, потому что там можно идти, упасть в канаву, умереть. Смотреть на дорогу, а не на селфи-палку. Так, еще? Да вообще не фотографироваться в опасных местах. Ну, тоже логично. Наверное, одно из самых разумных заключений. Не бить людей селфи-палкой, она же сломается, деньги жалко. Хорошо. И давайте еще один вопрос зададим. Следующий у кого есть? Да. Лата, есть вопрос? Давай. Как называют людей, которые используют интернет, чтобы запугивать или изводить других людей? Понятен ли вопрос? Я думаю, что ждем наших звонков. У нас осталось совсем немного до перерыва. Я думаю, что мы успеем получить ответ. Федор, есть у тебя еще какие-то гаджеты сегодня? Я с собой взял смарт-часы. Смарт-часы. Это что за дверь? Это часы, которые позволяют при подключении к телефону, ну, не то чтобы функционировать, а просто они оповещают о том, что тебе пришло сообщение, ты можешь на него ответить, поговорить по ним. Да, у нас есть звонок с ответом. Мы продолжим разговор о часах. Слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Привет, как тебя зовут? Савелий. Савелия, сколько тебе лет? Десять. А у тебя есть ответ на наш вопрос? Да, есть. Ну, давай тогда отвечай. Я думаю, что это гриферы. Ну, вообще, таких людей называют немножко по-другому. Может быть, ты еще подумаешь и скажешь нам еще один вариант ответа. Смотрел чужого. Еще один. Давай, Владом тебе дает шанс еще. Майнкрафт. Ну, есть у тебя вариант ответа еще? Сейчас подумаю. Ну, подскажи, как бы, наводящий вопрос какой-то. Кибер? Так? Кибер? 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 Еще что-то? Сейчас, погодите, подумаю. Ну, это не кибер-гриффины, нет. Кибер? Кибер-гриффин. Ну что, будем ждать звонка от следующего, слушатель. Да, ну, значит, мы ждем звонка, а сейчас мы с вами проверемся буквально на пару минут. Не переключайтесь, услышимся после перерыва. Еще раз добрый день, наши дорогие радиослушатели. Мы продолжаем нашу сегодняшнюю открывашку. И у нас в студии Злата Андреева, Федя Рычков, Саша Копылевич, исполнительный директор компании «Рубикон» Дмитрий Кекин. И мы ушли на перерыв со словом «умные часы», да? Нет, нет. Ну, да. Ребята в перерыве увлеклись, значит, спадовым раскладыванием гаджетов. Федор, итак, смарт-часы все-таки для чего они нужны? Есть часы, которые нужны для того, чтобы отмерять, как ты спишь, какой у тебя пульс даже. Типа фитнес-браслет. Есть часы, ну, допустим, у меня такие, они, в них можно найти что-то в интернете способом, там, можно набрать, можно окей гуглом, там, можно ответить на звонок, можно написать сообщение. То есть, если сделать новую прошивку, то можно будет еще что-то сделать, там, приложение скачать. У тебя Apple или Android? Android. Вот это смарт-рим. Там есть игры? Есть Apple Watch, на них можно там полноценно функционировать, но там все очень сильно искажается, то есть, там, Инстаграм даже есть. Мы сейчас продолжим, у нас есть звонок с ответом. Привет. Здравствуйте. Здрасте. Как тебя зовут? Вика. Вика, у тебя есть ответ на наш вопрос, да? Вика. Давай, отвечай. Это или какие-то там, я выговорить не могу, пранкеры какие-то. Пранкеры? Ну, не совсем верно, но почти. Еще раз, кибер-панкеры, может быть, я хочу сказать. Ну, суть-то, в принципе, та же. Да? Фараонов. Еще раз. Очень плохо слышно. Я думаю, что кто-то... Что? Кибер-тролли. Тролли. Так и знал, что скажу. Ну, кибер-тролли, ну, пусть будут кибер-тролли. Пусть будут тролли, да. А сколько тебе лет? Вика. Вика, сколько тебе лет? Семь лет. Семь лет? Ого. Хорошо. Нам звонили пятилетки. Слова пранкеры, тролли и прочее, они, наверное, серьезные. Поэтому Златому дадим приз? Да, конечно. Я думаю, что... Скажи, вот, точный все-таки ответ, какой был? Еще какие есть определения вот таких людей? Кибер-буллеры, разные кибер-хулиганы, кибер-злодеи, вот. Вот, спасибо. Сейчас наш редактор расскажет, как получить приз. Дмитрий, поясните, пожалуйста, вот, все-таки, кто такие кибер-буллеры, кибер-пранкеры, тролли и прочая нечисть. Да, на самом деле этот термин пошел из США, потому что там вся интернет-индустрия все равно развивается со стороны Запада. И вот этот процесс травли одноклассников или там незнакомых каких-то людей в интернете через социальные сети, вот, он получил название кибер-буллинг. И, соответственно, те люди, кто этим занимается, это такие булеры или хищники, или, вот, там, кибер-злодеи, или какие-то тролли. Почему это так все происходит? Очень легко мы все, и дети, и взрослые, втягиваемся в разные перепалки, нужные нам или ненужные, но каждый хочет доказать свою точку зрения. Ситуация часто складывается так, что вот люди с определенной точкой зрения объединяются против какого-то одного там человека. Это может быть, ну, действительно может быть одноклассник, да, которого будут травить. Или там какие-то незнакомые люди заходят в аккаунт и начинают писать всякие нехорошие вещи. Ты начинаешь на них реагировать и принимаешь это близко к сердцу, расстраиваешься, ну, и это вытягивает достаточно много энергии из человека, мысли разные витают. Как с этим бороться? Все очень просто. Как в интернете говорят, лучший способ победить тролля — это не кормить тролля, то есть не вступать с ним в перепалки, не поддерживать разговор, блокировать, игнорировать, да, лучший способ это игнорировать, и энергия тролля, они как бы, ну, уходят, переключаются на каких-то других людей, и все будет хорошо. Если это все равно продолжается, и вы чувствуете, что это действительно становится проблемой, администраторы сайтов, администраторы ВКонтакте, родители, им можно об этом рассказать, и они принудительно отключат этого человека от вас, потому что все знают об этой проблеме, она не очень распространена вот в мире взрослых, то есть немногие о ней знают, но те люди, кто занимается там вот безопасностью в социальных сетях и так далее, они знают об этом явлении и оперативно на него реагируют. Да, у меня вот здесь вопрос к ребятам. Ребята, как вы считаете, а можно самостоятельно справиться вот именно с детям с тем, что начинается травлю в интернете, что начинаются какие-то выкладки? Легко. Легко. Самостоятельно, легко? Я не знаю. Мне кажется, нужно обратиться все-таки за помощью к маме или к папе. Я тоже думаю, что не всегда удается самостоятельно справиться с этой проблемой. Если раньше травля заканчивалась, ну вот, знаете, там у нас в детстве двое поругались, да, когда не было еще социальных сетей вот таких, да, пошли за школой там друг к другу где-то там выяснили отношения, да, то есть дальше не выходило. То есть сейчас это снимается на видео, это выкладывается и вот унижение одного человека может сразу там получить сотни тысяч просмотров и это очень сложно бывает вычистить, да, наверное, Дмитрий, самостоятельно. То есть, Федя, вы говорите, Саша, легко, а как легко? Допустим, человека кинуть в ЧАЭС, заблокировать для пользователей, которых нет в друзьях. Это один человек, а если это уже разошлось, если это заблокировать? Я просто зову друзей, создаю беседу и все. Это если такая небольшая проблема, а если большая... Это если есть друзья. Да, если есть друзья, то есть... Ну, там могут максимум выражать тем, что... Мне кажется, все-таки нужно обращать внимание взрослых и мне кажется, что если вот, ребят, вы узнали, что у вашего какого-то друга или знакомого или одноклассника или в соседнем классе есть проблемы, да, с которыми он не может самостоятельно справиться, но может быть поговорить со своими родителями, чтобы каким-то образом вместе со взрослыми вот эту проблему решить, не оставлять его один на один со своей проблемой. И я предлагаю перейти к теме мобильных телефонов. Зачем они нужны? Полезные, важные для детей и подростков функции. Ну, Злата? Ну, это полезно. Это полезно. Чтобы звонить. Так, чтобы звонить. Хорошо. Еще какие-то полезные функции? В змейку поиграть можно, можно сообщение отправить, сфотографировать что-то, вот мы говорили. На Nokia плюс то, что нету передачи геоданных, всего этого. Ты взял, позвонил, сообщение отправил, змейку поиграл, все, там, сфотографировал Федю, например. То есть, Саша, у тебя такой сугубо прагматичный телефон, практичный, без каких-то лишних моментов. Федя, ты считаешь, как? Лучше всего, по мне, так, это иметь либо один телефон с двумя сим-картами, либо два телефона. То есть, один какой-то Nokia, там, вообще, 3310, самую старую, и какой-нибудь хороший смартфон, там. А зачем? А зачем? Ну, мне так это удобно, потому что я купил себе хороший телефон, который по характеристикам не уступает iPhone 7, но только он водопроницаемый, но я его, опять же, очень легко разбил. Ты так не прозабьешь? Мне лучше всего покупать какой-нибудь старый Nokia водонепроницаемый, чтобы его не убить. Такой надежный, да, мощный, чтобы... Потому что я утопил 4 iPhone. По нему, снегоход проехался, забирай. Да, ну, вот я очень много вижу людей, которые ходят с какими-то там продвинутыми гаджетами, и при этом у всех трещины на экранах, да. Вот починка стоит полтелефона. Зачем покупать какую-то вот такую лопату, которую ты знаешь, что разобьешь в течение 10 минут первых? У меня был как-то телефон, он вообще был недоработанный, он постоянно сам блокировался, на нем ничего нельзя было сделать, экран отключался. Я просто взял его, разбил. И он стоит, вот его починка, столько же, сколько и телефон. Две тысячи. Понятно. И вот мне легче его по запчастям за 100 рублей продать, чем с ним мучиться каждый раз. Ну, то есть, ты считаешь, что проще взять такой простой, надежный телефон, да? Дмитрий, ваше мнение. Вообще, в плане, ну, мобильных телефонов нужны они? Детям, безусловно, нужны мобильные телефоны. Родители же покупают мобильный телефон своему дорогому ребенку, чтобы, как они думают, он, до него всегда можно было дозвониться. Когда был на связи, а на самом деле зарядка заканчивается там. Еще на первом уроке. На первом уроке, да. Вот. Если это не русские. Причем, ну, действительно, родители покупают первый телефон, ну, или там не первый телефон, а смартфон какой-нибудь, чтобы ребенок потом еще мог снимать фотографии, играть в какие-то игры. И потом у родителей уже вторым этапом наступает такой период просветления или осознания проблемы того, что телефон для ребенка – это не… Не только плюс, да? Да. Ну, и это… Сейчас это пропуск в цифровую жизнь. Вот. То есть очень мало детей, на самом деле, сидят за компьютером постоянно. А есть специальные исследования, которые там проводили по всему миру, опрашивали детей, как вы используете смартфон. И самое удивительное, что или 68% детей сказали, что они круглосуточно онлайн. Вот. И ты постоянно на связи со сверстниками, ты постоянно что-то пишешь, выкладываешь в социальные сети, публикуешь фотографии. И через какое-то время родители начинают замечать, что это какая-то проблема, зависимость у детей развивается. Да что там говорить у детей и у взрослых, развивается такая зависимость, потому что взрослые – это те же самые дети. Чехолен фотографируется. Очень многие ребята приходят утром на первый урок с красными глазами, потому что они ложатся спать там в 3, в 4, в 5 часов утра. И парадокс в этом, Дмитрий, вы сказали, что, согласно исследованию, большинство-то, что делают в интернете? Это не добывает информацию, там даже и в игры не так много играет. А сидят в социальных сетях, не общаются. И парадокс, ребята из соседних квартир, они друг с другом не встречаются воочию, а сидят в социальных сетях и переписываются. И по друг другу проходят в телефонах. Давайте мы зададим еще один вопрос радиослушателям, Саша, и продолжим. Какое определение у слова интернет? Какое определение у слова интернет? А мы продолжаем тему интернета и социальных сетей, раз мы начали об этом говорить. Кто ночью в социальных сетях сидит, а кто книжку читает? А кто спит? Это хорошо. Ну вот, социальные сети, вообще, как понять, что приближается опасность, связанная с использованием социальных сетей? Да. Да, Федя. Ну, человек вообще не вылазит. То есть я могу круглосуточно сидеть в телефоне, но за это время я могу сделать все уроки, все сделать. Посадить зрение. Ну, то есть параллельно, да? А есть люди, которые не могут оторваться от этого, как дети, так и взрослые? У меня, допустим, мама считает, что если я там полчаса посидел в телефоне, просто попереписывался с одноклассниками, то это все, мне нужно там забирать, потому что это ненормально полчаса посидеть в день. Ну, Федя, некоторые не могут оценивать время и говорят то, что я всего там 20 минут посидел, хотя на самом деле даже три прошло, часа четыре, я только-только начал играть. Прямо меня описываете. Ну вот. У нас звонок. Первый уровень прошел. Да, у нас звонок, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Света, мне 8 лет, и я учусь в Петербургском лицее. Как дела? Хорошо. Я знаю, что хорошо. Выздоравливай давай, а то ты дома сидишь. Хорошо. Какой ответ на вопрос? Интернет – это всемирная информационная компьютерная сеть, связующая между собой как пользователи компьютерных сетей, так и пользователь индивидуальных компьютерных компьютеров для длинной информации. Офигеть. У тебя даже круче, чем у меня. Да, у тебя ответ оказался, значит, полнее, да, чем у Саши. Нет, я возьму в батутный парк. Майя уже забрал. Федя забрал. Тогда я возьму в кот-кафе в Зоке. Хорошо, в Зоке. Все. Спасибо. Мы продолжаем про социальные сети. Что вообще говорит Анаслента в социальных сетях? А что мы с Витей дадим? Флешку или отражатель? Давайте флешку дадим. Давайте. Прекрасный, длинный ответ. Длинный ответ, да. Вот, Дмитрий, что говорит Анаслента в наших социальных сетях? Ну, на самом деле, она человек может рассказать все, что угодно. Заходим на страничку незнакомого человека, смотрим, чем он увлекается. Там же есть всегда, я интересуюсь тем-то этим, этим. Какие посты он... Сохраненные фотографии. Сохраненные фотографии. Друзья, друзья друзей. Вот. Куда мы ходим, что мы едим, что мы любим. Вот это вот все люди сейчас выкладывают безбоязненно на всеобщее обозрение. Сейчас даже появилось целое направление этих блогеров, которые едят. То есть они больше ничего не делают, как выкладывают то, что они едят. Есть канал какой-то там, где люди целенаправленно едят и говорят, насколько это вкусно. Но у каждого человека же разный вкус, тогда смысл смотреть этот канал, если ты знаешь, что тебе это, скорее всего, не понравится. Это, честно говоря, для меня вообще непонятно, потому что пока технологии не придумают, когда это будет передавать там запах или вкусовые ощущения, то это, мне кажется, бесполезно там рассказывать. Вот мы это приготовили, как это вкусно. Ну, вот Тайсон, например, нравятся эти кузнечки жареные. Меня вот от них тошнит просто. Саша, хорошо. Дмитрий. А есть полезные программы, в которых говорятся, допустим, где можно купить хорошую еду, вкусную. Ну, можно. Шаверма-патруль, допустим, по пистерам. Аниме-планет, короче. Аниме-планет. Давайте без... Где зарезать нужную коробу? Саша, давайте без жестокого обращения животными. Извините, но правда. Да, Дмитрий, я перебил вас, да, вот продолжая тему, все-таки выкладывание в ленту каких-то своих новостей текущих. Ну, собственно, вот если не следить за тем, что мы выкладываем в интернет, то, ну, злоумышленники могут этим воспользоваться. Мы уже несколько раз этого затрагивали. Вот, и дети, взрослые, все мы, ну, как бы считаем, что можно, ну, можно это делать, можно выкладывать, и в этом ничего страшного нету. И на самом деле в большинстве случаев это так, ничего страшного в этом нету. Но в случае, если какие-то злоумышленники захотят нанести вам какой-нибудь вред, то вы сильно облегчаете им этот труд. А как вы считаете, вот, пример родителей некоторых, он, нужно подражать полностью целиком. Вот некоторые родители не понимают, что вот они выкладывают там свое селфи в каких-то там определенных местах, и их дети начинают подражать. То, что можно там в 30 лет, например, выкладывать, и то, что в 8, это разные, наверное, вещи, да? Да, на фонтане видел, девушка вот там на фонтане селфи делала летом, и она взяла вот так, смотрит, 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 и фонтан прям. И упала, да. Давайте еще один вопрос зададим, еще мы успеем задать один вопрос. Ну, кто готов? Федор, есть вопрос? Ну, даже не знаю. Ну, сейчас, да, да. Какие есть гаджеты в сфере медицины? О, медицинские гаджеты. Отличный вопрос. Давайте продолжим. Все-таки давайте поговорим, что можно и что нельзя выкладывать в сеть. Рекомендации, какие вы можете дать ребятам? Ну, и повторюсь еще раз, всю личную информацию в сеть выкладывать не нужно. Крайне рекомендую аккаунты делать действительно непубличными, чтобы кто угодно, начиная там от поисковых роботов и заканчивать до странных личностей, не могли просто так взять и зайти и посмотреть ту информацию, которая у вас размещена. Или взломать там, у меня взламывали аккаунтов 5 точно, чисто по логину. Смотрели, отправляли и потом писали, типа, о, у меня случайный закод, и у меня забирали один раз так аккаунт. Да, я сейчас еще один свой, как бы, опыт расскажу. Но для начала я хотел бы напомнить слушателям наш номер телефона 211-101. И вопрос у нас был от Златы по использованию гаджетов в медицине. То есть, знаете ли вы какие-то гаджеты, которые используются в медицине? А я хочу сказать, что мы достаточно тоже много по данной тематике работаем, и у нас мы сталкиваемся с информацией, при которой существуют специальные, скажем так, закладки в определенных программах, Дмитрий, вы, наверное, больше меня понимаете, которые моментально фиксируют регистрацию нового пользователя в сети по определенным параметрам. Например, там, мальчик 10 лет, девочка 12 лет, и так далее, и так далее, и так далее. Для этого есть боты специальные. Да, специальные боты, и вот люди, которые проявляют там не очень здоровый интерес к таким профилям, они получают сразу информацию о том, что в сети зарегистрирован новый пользователь с таким-то профилем. Поэтому мы говорим, что не нужно выкладывать свой реальный возраст, не нужно выкладывать свои реальные профили. Там с 14 лет только можно. Девочка, у нас есть звонок. Алло. Алло, здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Михаил, мне 10 лет, я учусь в 14-й школе. Ого, Михаил. Сказали только, что мальчик 10 лет, сразу мальчик 10 лет. Давай, отвечай на вопрос. Какие же есть у нас медицинские гаджеты? Ну, электронное увеличительное стекло. Ну, отлично, да. Роботы всякие для тонких операций. Супер. Ну, лампы. Да. Еще? Рации. Рации, ну... Да. Хорошо. Мы только что запихали камеру. Отлично. Там камера уже есть. Спасибо, Михаил. Да. Спасибо. Значит, сейчас определитесь, что вы получаете. Трубка для глотания. Да. И еще... Цветоотражатель дополнительно. Да, цветоотражатель. Но я хочу сказать, вот, повозвращаясь к социальной сетям, у нас был еще один эксперимент, несколько лет мы проводили со своими детьми, мы зарегистрировали два профиля в социальной сети. Там была вымышленная школа Санкт-Петербурга, которая никогда не существовала. И в первом случае это была девочка 10 лет, а в втором случае женщина 45 лет. Так вот, в первом случае за две недели нам постучалось друзья там 20 человек, которые потенциально могли учиться. А девочке постучалось порядка там 500 новых пользователей, которые говорили, утверяли, что они одноклассники вот этого ребенка. Это говорит о том, что все-таки в социальной сети быть небезопасно. И у нас наша программа приближается к концу. Я хотел бы поблагодарить всех наших радиослушателей за активное участие. Дмитрий, огромное спасибо вам за информацию. Спасибо моим соведущим Злата, Федя и Саша. Огромное спасибо за ваши очень интересные вопросы сегодня. И спасибо за то, что принесли такие интересные гаджеты. Мы желаем всем здоровья. И, уважаемые радиослушатели, мы встретимся с вами в следующее воскресенье на волне 101.0 FM, также в 10 часов утра. А в следующей программе мы ждем особенного гостя. Если дела позволят, у нас навестит губернатор Кировской области Игорь Васильев. И мы расспросим его о его работе, о том, знаком ли он с президентом и еще. О много чем еще будет возможность позвонить в прямой эфир, задать вопросы. Поэтому настраивайтесь на нашу волну всей семьей и открывайте мир вместе с нами. Детская познавательная программа «Открывашка».